Добрый день. Тут меня так уже представили, что мне даже не очень удобно. Единственное, что я постараюсь искупить свою популярность тем, что я очень кратко буду рассказывать, потому что я вообще выступаю не за себя, а я выступаю за Сергея Алексеевича Шинкарёва. Мы называем его герой нашего времени, потому что это главный онколог Липецкой области, который интегрировал первый в стране проект, который реализовался и работает. Проект, который называется «Онконет» по дистанционному мониторингу и даже реабилитации пациентов в постгоспитальный период. Тот проект, о котором начал говорить Борис Валентинович, это дистанционный мониторинг, программа для групповой онлайн-реабилитации. Я скажу только вскользь два слайда, потому что тема у меня была все-таки Сергея Алексеевича. Я вас приглашаю завтра на секцию по онкореабилитации, которая будет с утра до обеда. И там будет даже целый отдел, посвященный телереабилитации. И те кейсы телемедицинской реабилитации, которые уже внедрены и работают, мы их обсудим. Поэтому это все-таки вопрос завтрашнего дня. Мне очень приятно, что Институт Петрова был участником проекта как «Онконет» разработки, так и «Онкорехаб». И они являются и участниками вот этого президентского гранта, на который были реализованы оба проекта, и участниками, и нашими настоящими соратниками, и членами команды, за что огромное спасибо, потому что это была очень тяжелая и долгая работа. Итак, «Онконет» – так назывался наш проект. Идея была похищена и сделана по-русски. В 2017 году на АСКО чикагские онкологи представили вот такой слайд. Они реализовали небольшое приложение для врачей. Они вели 766 пациентов. Рак молочной железы, гинекология, онковорология, легкая, мочевой пузырь. И вот такие вот цифры увеличения выживаемости. Это были только тяжелые пациенты, и они показали такие цифры. Эти цифры нас вдохновили. Мы захотели сделать это по-русски. С Борисом Валентиновичем начали это делать по американским стопам. Познакомились с главным липецким онкологом, и вот что у нас получилось. Сегодня мы рассказываем об этом проекте при поддержке академика Каприна, главного онколога, который предоставляет свою телемедицинскую платформу для обучения регионов, как в этом работать. Вот наш герой в экране Сергей Алексеевич Шенгарев, вместо которого я выступаю сейчас, потому что у него заболела мама. И это человек, который, собственно говоря, первым начал это делать и первым стал рассказывать коллегам в регионах, как это работает. Телемедицинский кабинет Липецкого онкологического центра работает в полной загрузке с утра и до вечера. И такой кабинет есть в каждом онкологическом центре сегодня, в каждом федеральном центре. Но как он работает там у нас? Я называю это у нас, потому что за полтора года проекта меня считают Липецкой. И, в принципе, я очень рада. Спасибо большое им за доверие. Итак, телемедицинский кабинет с 8 до 10 утра работает в маршрутизации своих региональных поликлиник, областных больниц, которые выявляют онкологических пациентов. Где-то не могут их записать в системе Квазар, где-то не могут назначить им биопсию, отправляют их напрямую в перегруженный онкоцентр, а где-то просто не могут внушить этим людям не потеряться. И вот так каждый день два липецких онколога с 8 до 10 утра заставляют нацепить свою одежду и не очень веселые выражения лица региональных руководителей поликлиника, даже ЦАОПов нескольких сейчас. И они заставляют их не потерять пациента и привезти его дальше. Поскольку Сергей Алексеевич казак, достаточно жесткий, то реализовано это четко по одной схеме. Вот таким образом Ирина Геннадьевна запускала в телемедицинском кабинете платформу Онко-Рехаб. Что такое Онко-Рехаб? Это когда инструктор ЛФК на сегодняшний день, а это также может быть и психотерапевт, этот опыт будет запущен в клинике управления делами президента, где мы вчера это подключили. Вот так на моем месте инструктор ЛФК работает по группам с груз-пациентками, каждый из которых сидит дома. Для этого я просто отодвигаю стол. У меня достаточно места, чтобы заниматься по написанным методикам ЛФК-реабилитации для онко-пациентов, которые написаны по семи нозологиям, включая рак головы и шеерти, калиционную гимнастику, что делал Санкт-Петербург. Институт Петрова делал легкое и рак молочной железы. И на сегодняшний день, представляете, завтра мы представим совершеннейшее революционное чудо. Это реабилитация онкологических пациентов, которым исконно считалось, что никакая реабилитация не положена вовсе. И все, кто в этом зале сидит, это прекрасно знают. Мы попытаемся всех разубедить. И сегодня мы предоставляем возможность доступа к клиническим рекомендациям и к тем самым методичкам по ЛФК, которые разработаны и там лежат. Итак, вот это вот все происходит в кабинете медицины. В то время, когда не происходит консультация врач-областной центр, врач-федеральный центр с другим пациентом, таким образом у нас кабинет телереабилитации работает полный день, а не простаивает. Платформа Онконета, о которой говорил Борис Валентинович, только я очень быстро скажу, что это как информационный ресурс для пациента. Изначально нацеленный на пациенток был с раком молочной железы, а пошел он развиваться совсем по-другому. Ключевой момент – это пациенты, которые лечились в онкоцентре своим лечащим врачом. Им предлагается история мониторинга в постгоспитальный период. Липецк активно это использует, а постоперационный период, причем стали использовать это сразу на разных нозологиях, а вовсе не только на раке молочной железы. Мы проводили анкету среди онкологов. Это все нозологии. И сейчас я вам расскажу, как мы вовлекаем пациента. Итак, это дополнительная система рядом, которая позволяет врачу узнать о своем пациенте больше информации, информации, основанной на его субъективных данных, которую он дает в постгоспитальный период, тот период, когда мы его не видим. В обязанности врача, конечно, входит работа в этой системе, и она, конечно, обременяет ее, но за это он сегодня получает деньги, я расскажу вам как. Так, действительно, и все равно обременяет, потому что врачи перегружены, например, в Липецке на 32 тысячи пациентов, 100 онкологов, и больше их не становится, несмотря на всякие пропагандистские кампании в соседнем мединституте. Консультация пациента – это слайд, который вы можете сфотографировать, она говорит о законности нашего сервиса, о том, что мы полностью действуем в рамках законодательства. Вот так у нас заводится пациент, таким образом, его регистрирует администратор онкоцентра. Это закрытая абсолютно система, привязанная к каждому конкретному онкоцентру. Отвечаю сразу на все вопросы. Администратор регистрирует врача. Врач вот так вот активирует себя за одну секунду. Есть четыре инструкции, очень простые, которые, конечно, нужно изучить по пользованию этой системы. Врач говорит с пациентом, предлагает ему эту тему. И, как выяснилось на сегодня, пациенты даже в Липецкой области гораздо больше готовы, чем врачи. Врачи изначально… Ну, это было силовое решение внедрить этот сервис. И по-другому бы он не внедрился. Пациенты делают то, что выполняют им врач, отвечают на анкеты дисциплинированно. И мы очень долго, почти четыре месяца, работали над опросниками. Потому что те опросники, которые мы начали брать, они были непонятны пациенту. Они были длинные, непонятные пациенту. Мы вовлекали различные группы. И в конечном итоге у нас появились очень примитивные опросники и очень примитивный сервис, которым пользуются даже бабушки. Потому что бабушки сегодня шуруют в планшетах, изводя своих внуков так, что, в общем-то, можно даже позавидовать. У меня у самой есть мама, она не представляет, как меня доводит, если мне там что-то виснет. Тем не менее, очень многие. Сервис позволяет вести анкеты пациента его родственникам, что вовлекает внуков в этот процесс. И на самом деле очень оказывает такой хороший психологический эффект. Это доступно на любом гаджете. Но врачи, как показал Борис Валентинович, используют это в рабочее время на работе. А пациенты пишут, откуда им пишется. Это еще один слайд, который, пожалуйста, можете сфотографировать, говорящий о том, что сервис полностью в пределах нормативного акта. И вот то, что мы можем делать, и то, чего мы делать не можем. А это дополнительное соглашение на дистанционный мониторинг, который мы разработали. Сервис также внедрен в Тюмени, в Воронеже. И вот именно тюменские коллеги помогли нам разработать такое дополнительное соглашение, которое подписывает пациент, галочкой, входя в систему, и обязательно на бумаге. Потому что это пациент, который лечился в онкоцентре, и его данные хранятся там. Врач назначает персональные анкеты. Сегодня их гораздо больше. Анкеты он выбирает сообразно на залоге и состоянии этапа лечения пациента. Анкета выглядит так, в простом нетронутом виде. А если мы хотим нажать, потому что есть такой симптом, она выглядит так. Как вы видите, это очень просто. Выбрав цветом состояние, соответствующее твоему состоянию, можно просто нажать на кнопочку и пойти дальше. Я вам покажу, что сегодня анкет несколько. Я их совсем не все вовсе сфотографировала. Они и касательно реабилитации, и постоперационных периодов. Я немножко покажу вам анкет по онкогинекологии, чтобы показать, что вопросы более-менее понятны. Хотя здесь очень много врачей, и это понятно, что им они понятны. Но здесь также много и не врачей. И то, что это не очень красивый и приятный эстетичный вопрос, должно вам говорить о том, насколько это важно. А вот смотрите, это рак желудка, это рак легких, это те простые вещи, которые могут стать жизнеугрожающими для пациента. А вот это мы недавно в декабре, наверное, добавили по просьбе Сергея Алексеевича. Это контроль, электронная оценка интенсивности боли для вербальных и невербальных пациентов. Она существует. И это помогает врачу принять решение о назначении обезболивающего препарата. И таким образом, это решение основано на субъективных данных. Сегодня мы знаем, какая с этим проблема, несмотря на то, что у нас есть закон о палеоативной помощи. Врачи знают, как это сложно. И вот это является помощником врачу. Вообще-то сервис затеявился как сервис помощник пациента, чтобы он не остался один, не чувствовал себя одиноко. А также помощник врачу получить дополнительную информацию. А вот этот слайд, о котором я вам расскажу сейчас, грустную историю, как он появился. И даже несмотря на то, что он появился, эта грустная история случилась. Это было в самом начале внедрения сервиса, когда врачи подмосковной области сказали, рентгенадь, мы вообще не хотим ничего слышать про побочные вот эти вот состояния, потому что мы никак не можем помочь пациентам быстро. И тогда мы сделали вот такой вот автоматический ответ пациенту, который приходит только в случае жизнеугрожающих состояний. Мы их выявили, чтобы пациент реагировал, обращался к врачу, либо вызывал скорую помощь. Одна из первых грустных историй, которая была одна, которая побудила нас немножечко действовать по-другому, была следующая. У нас была женщина-пациентка с РМЖ, 42 года, которая одна из первых захотела эту систему на себя попробовать. Учительница, мать двоих детей, я вам социальный портрет описываю. Она два курса химиотерапии очень чудесно себя вела. На третьем курсе у нее случилась неукротимая рвота и диарея. Она получала сразу же вот такие симптомы на свою систему. А так как у нас был пилот, мы еще и постоянно следили за нашими пациентами, поэтому липецкие врачи стали ей звонить и вызывать ее, предлагать госпитализацию. Пациентка была абсолютно уверена в том, что диарея и неукротимая рвота это нормальные сопутствующие явления химиотерапии, что она их просто переживет, а детей двоих было оставить не с кем. Она отказалась от госпитализации, она была госпитализирована на четвертые сутки, в реанимации ее спасти не удалось. Это был тот самый показательный случай, когда мы могли бы помочь человеку, и без этой системы мы не знали бы, что с ней происходит, но не помогли не потому, что мы не помогли, а потому что пациент недостаточно серьезно отнесся, недостаточно был информирован о том, что в результате таких, казалось бы, обычных дел пациенты готовы пережить эти дела в туалете в течение пяти дней, в обнимку там просто, понятно. То есть вот этот случай был очень показательным, и тогда врачи стали рассказывать это пациентам, мы стали по-другому предлагать пациентам себя вести, и, вы знаете, это стало работать. Еще есть вот такие анкеты, это контроль нервной системы, эмоционального фона. Очень часто пациенты уводят в красную зону, но ведь это тоже говорит нам о том, что в этом есть проблема. Очень активно пользуются врачи контроль анкеты пищевым дневником, контролем недостаточности питания. Если врачи, которые здесь присутствуют, посмотрят, то вы поймете, что контроль нутритивного статуса, отвечая вот на такие простые вопросы, мы можем понимать, теряет ли пациент вес, нужно ли назначать ему нутритивную поддержку и как с ним поступать дальше. И это очень важно и актуально в нашей стране, потому что пациенты считают, что рак значит худею, и это нормально, а это совсем ненормально. Тепловая карта врача, то, что показывал Борис Валентинович, то, что, в общем-то, с триумфом прошло в стране, это позволяет врачу оценить состояние пациента, это позволяет пришить эту карту к электронной карте, как сегодня делается в Липецке, или просто распечатать и вложить бумажную карту, как это тоже делается в Липецке. Вы уже видели этот слайд, вот так у нас врачи работают, 61 доктор на сегодня работает в системе. И самое главное, с 1 января врачи Липецкий получают зарплату за то, что они, дополнительную оплату за то, что они ведут дистанционно пациентов. Это был большой скандал с ФОМС, долгий, и в результате через пень-колоду, в общем, честно говоря, это получилось опять такими силовыми решениями и привлечениями общественности. Вот так вот выглядит отчет по врачам. Вот такой вот, пожалуйста, сфотографируйте. У нас получилось тарифицировать это так. Очень долго потом пришлось это все выбивать, но тем не менее это получилось. И это получилось впервые в стране. Вот так вот выглядит. Мы предоставляем фонд отчет о том, что пишут врачи пациенту, потому что ФОМС хочет понимать, в чем выглядит дистанционная консультация. А у нас к анкете внизу прилагается такой квадратик, где пациент может написать немного информации, а также пришить свои анализы или фотографии. Очень много проявлений кожной токсичности присылается в виде фотографий. И в принципе врачи об этом предупреждают, и это позволяет сделать профилактику кожной токсичности в общем-то где-то в самом начале. Вот такие вот отчеты мы предлагаем. ФОМС, я уже тороплюсь, это библиотека рекомендаций по симптомам для пациентов. Пациенты, прежде чем вести себя в этой системе, врачом заставляются все это прочитать, чтобы понимать, что с ними происходит, какие вещи считать жизнеугрожающими, с какими вещами можно самостоятельно справиться, а с какими надо срочно нестись к врачу. И вот сервис по-русски. Мы добавили сюда интерактив для пациента, чтобы привлечь его. Сейчас в сервисе врач может назначить упражнение видео ЛФК, которые пациент делает самостоятельно дома, без контроля врача, но по его назначению. Это видео школы по питанию при токсических симптомах, которые тоже доступны пациенту и врачи, очень активно этим пользуются. У нас 30 школ. Но это коротко о том самом сервисе Onkorehab, который тоже в конце недели кабинет будет установлен на институте Петрова, и вы участвуете в этом проекте. Это фотография, соответственно, еще нереальная. Это фотография, которая показывает, как с помощью планшета, телефона можно чудесным образом заниматься ЛФК под контролем врача. То есть это онлайн контролируемая реабилитация. Onkorehab – это был огромный проект, я уже сказала, написанный клин рекомендацией, и ровно по указанным локализациям мы можем заниматься телереабилитацией. Но это последний слайд, это участники этого проекта, которые стояли в самом начале, и просто не хватило мест, чтобы этот проект описать всех, кого мы вовлекли, и вовлечем еще. И вот эта пациентская организация «Здравствуй», которая была инициатором группы наших товарищей и те, на ком мы опираемся, потому что все эти люди рассказывали свою историю. У нас есть целая школа. Вот пациентка с длинной косой рассказывает пациентскую школу о том, как у нее всю жизнь были длинные волосы, и когда ей сказали, что ей предстоит химиотерапия, рыдал ее парикмахер. И она рассказывает, как она прошла этот этап, как она постригла волосы, поменяла прическу, поменяла стиль и превратилась буквально через три года вот опять в такую же красотку. Они рассказывают жизнеутверждающие эти примеры, которые побуждают им, подобным пациентам, в общем-то, поверить в то, что рак излечим. Спасибо. Спасибо.